здравствуйте ребята сегодня хочу рассказать вам очень интересную историю про свое вино про сидр которая произошла на новый год значит перед новым годом я заделал две бутылки вот из под шампанского с сидром и чтобы оно такое получилось более эффективное значит сюда добавил сахара и немножко дрожжей добавил но видно я с дрожжами немножко переусердствовал и получилось у меня такое как сказать явление еще я перед тем как открывать бутылку на новый год новогоднюю ночь сами представляете какое-то было торжество я до такую бутылку взял так вот несколько раз встряхнул потом когда ее открыл и немножко наклонил то такая была такой фейерверк был с этой бутылки половина этого все вина вылилось на стол и были залиты и салаты и гостей залил этим и так что получилось у меня немножко сюрприз хотел сделать такой красивый сюрприз но немножко он как бы можно выразиться омрачил немножко новогоднюю ночь потому что ну надо было не не сотрягать бутылки вот эти вот это вот и самое главное надо было дрожжей чуть-чуть положить и тогда все было хорошо но сейчас я буду открывать вторую бутылку в которой тут я закручивал этом рассказывал правую правую сторону закручивал и уже смотрю вот эта бутылка тут стояла на полу значит прохладном месте вот она играла и так что получалось несколько раз она падала вот и там осадочек небольшой на чуть-чуть так подмутнела и смотрю тут вот пузырьки такая пенка небольшая и пробочка я забивал смотрю и если б не вот эта железная проволочка вот эта которая держит пробку то наверно уже про это стрельнуло это все вылетел ладно это все предисловие значит не сегодня я хочу открыть еще одну бутылку сидра в которой добавил немножко еще сахара ну там видно в предыдущем вы дрожжи и она так это видно заиграла что теперь все открывать ну будем открывать и будем пробовать что и что сейчас на сегодняшний день из него получилось так что сейчас самый момент такой вот открываем но буду и буду стараться держать ничего не разбить начало так будем открывать лопнула проволочка второе использование о шипит шипит ой то пошло как подниматься пена на новый год я взболтал и она у меня выскочила так что у вас по получается вот сколько пузырьков газа поднимается сколько пены вот и уже даже ой побежала надо взять молоденечко подложить а а на новый год я жарю что так так стрельнуло что вылетела половину там чуть-чуть мы бокал и налили себе этого вина выпили конечно но сам сам эффект был очень сильный очень сильный эффект и торжество вот вот что получается с него вот сколько пены сколько вот сейчас буду пробовать ну видно что газу много газу много вино вкуснейшие да как как вот это шампанское такое легенькое вкусное кисло-сладкое но сейчас что там все разливал тут кошмар да если бы я дал бы волю пробки то сейчас бы потолок на соседнем пробил ну что вкусно шипит во рту кисло-сладкое как я говорил вот шипучие пить как говорится пьешь и пить хочется то что я дрожжи добавил как сказать вот это для хлеба хлеба булочных изделий для изготовления на чуть-чуть присутствием хлебных дрожжей такое немножко есть ну думаю запах хлеба никогда ничего не испортит конечно если тут были винные дрожжи может быть было но вы знаете если сказать так что ну вернее не сказать тому кто будет пробовать это шампанское может и и и не заметит что тут присутствует ну вот такой запах вкус там запах немножко даже не слышно вкус немножко дрожжи так что можно было вкусно можно было сахара добавить чуть-чуть вот ну на 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 эту бутылку можно было даже добавить достаточно одной ложки было столовой сахара а дрожжей вообще там надо было но на кончик ножа на кончик ножа чуть-чуть дрожжей и было тогда и перед тем как открывать туда можно было чуть так колыхнуть и она получилось бы нормально а тут вы видели сами как я открывал это эту бутылку как долго держал пробку вот так что можно делать к новому году к любому празднику даже если взять просто какой-нибудь сухое вино яблочное там или это может зависимости кому какое нравится там розовые белые красные и сделать шампанское это легко будет сделать ну или не не шампанское ну под вид шампанского значит немножко сахара немножко туда дрожжей закрыть соответствующую бутылку и все будет красивый эффект вот видите наливаю пена стоит вот снизу до сих пор поднимается пузырьки газа ну а так что это все вот я сейчас приближу вот она покажу насколько всего так что вино очень вкусно очень вкусно вино советую делать там как я делал рецепт водичка она не помешает потому что вода этому соку яблочному он туда и съесть без воды он будет будет сильно концентрированный и много не выпьешь и он горки застрял а вот когда водички добавляешь туда вот получается вино легкое такое его приятно пить во рту такой вот пузырьки этим и сразу в голове как я говорю вот я выпил тут рюмочку сколько тут выпил и сразу голове тоже пузырьками видно газа там есть спирт он распространяется и в голове такое получается легкое головное окружение вот хорошее такое приятное не как бы сказать не не назойливая такое 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 расслабляющее днем зло в общем вот так вот я советую если кто-то не может достать шампанское или это будет накладно шампанское достать вот можно самому сделать до праздника за недельку взять бутылку высыпать сахара ложку старого и так столовую сахара и немножко туда на кончике буквально даже обыкновенных дрожжей вот и из этого но которых при выпечке хлеба там применяется я там показывал сухие можно чуть-чуть кинуть и за неделю он отыграется и будет вот такое ребята шампанское в кавычках все на этот год на этот вот буду обязательно делать еще еще буду такое делать потому что мне понравилось я в одно время разочаровался что какое-то не вкусное но но теперь я вижу что можно к любому празднику дню рождения там и какому-то празднику не обязательно брать шампанское а вот сделать вот такой вот самодельное шипучий напиток очень вкусный надо вот оставить еще оператор придет его надо угостить но тут еще коль кого угостить этим а так бы сейчас эту бутылочку сам бы проговорил так как когда-то я делал пиво сам варил пробовал смогу я так сел и 4 литра почти за один присесть я и и а приходу так что еще раз хочу сказать что получается в общем в общем получается нормально можно делать употреблять наступил уже новый год 2015 но у нас он начался не очень радостно вот все надеемся надеемся что вот 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 наступит лучшие времена хочу пожелать всем кто меня смотрит здоровья успехов моим подписчикам так вот люди там любят обращаться к подписчикам своим я первый раз обращаюсь спасибо что вы смотрите мои видеоролики оцениваете комментируете удачи вам в новом году счастья здоровья ну пускай у вас жизни будет все самое-самое лучше вкусно еще чуть-чуть и все все больше не буду все не оторвешься это как это по усам текло и у вас попадало благодарю всех за внимание удачи вам до свидания